Зима в этом году выдалась снежная. Начало половодья предварительно намечено на последние дни марта, первую до года апреля. Тогда, согласно данным синоптиков, на территории области установится плюсовая температура. Однако готовиться к половодью важно заранее. Так, на комиссии по чрезвычайным ситуациям обозначили план предупредительных действий. Он разработан по худшему сценарию. Учитывая многолетний опыт, как считают сотрудники МЧС, лучше перестраховаться, чтобы избежать тяжёлых последствий. Сейчас пристальное внимание направлено на пригород и сёла региона. Среди них Боротаевка, Арская, Луговое, а также посёлок Огулова, Меликесского района. Последнему по рекомендации начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Михаила Николаева стоит уделить особое внимание. Село находится в чаше, вода с полей будет идти именно туда, земля промёрзшая и, скорее всего, опять будет подтопление. Поэтому, что можно делать, я думаю, что готовить эти, ну, банальные мешки с песком, где делать вода, это бабные дамбы, для того, чтобы воду от этого села увезти. Подготовка к противопадковому периоду включает в себя вывоз снега с территории, который может попасть в зону затопления, очистка и контроль ливневой канализации, дополнительное укрепление всех коммуникационных сооружений, теплосетей, газовое оборудование, водоотведение. На территории города мероприятие по подготовке к пропуску талых вод проводится в соответствии с утвержденным планом. Территории, исходя из наихудшего сценария, на которых возможно подтопление, они определены. Сейчас в микрорайоне Мостовая проводятся работы по вывозу снега и очистке воды от водных канав, а также подготовке их к пропуску талых вод. Микрорайон Мостовая взят на отдельный контроль. Здесь, несмотря на большой объем проделанной работы, остаются свои нюансы. Каждый год мостовчане страдают от большого количества талых вод, которые затапливают микрорайон. За ситуацией пристально следят и депутаты городской думы. На сегодняшний день там огромная работа проведена, но и очень много остается. Я хотел бы, чтобы все уполномоченные управления, органы внимательно к этому относились и смотрели за той ситуацией, которые там есть на сегодняшний день. Для обеспечения надлежащего качества проведения противопаводковых мер принято решение с 20 марта все муниципальные образования, а также уполномоченные службы перевести на круглосуточную смену.